Золотой миллиард – термин в публицистике постсоветского пространства, отражающий дисбаланс в уровне жизни и потребления между населением развитых и развивающихся стран мира в условиях ограниченности мировых ресурсов. Гносеологический исходит из посылок мальтузианства – теории конца XVIII века английского ученого Томаса Мальтуса. Название изначально было связано с суммарной численностью населения развитых капиталистических стран – США, Канада, Австралия, страны Евросоюза, Япония, а также Израиля, Южной Кореи и перспективах его роста в XXI веке. В XXI веке в связи с глобализацией все чаще «золотой миллиард» сопоставляют с понятием «мировой средний класс» с прослойкой населения Земли, обладающей доходами на уровне среднего класса и выше потребления земных ресурсов. По данным, представленным в журнале «Эксперт», главным потребителем минерального сырья до конца прошлого века оставался «золотой миллиард» – приблизительно седьмая часть человечества, проживающая в развитых странах сверхконцентрация спроса была особенно характерна для сырьевой элиты цветных металлов. Из-за их высокой стоимости и преимущественного использования в технически сложных производствах и инновационных продуктах, потребление основных цветных металлов в среднеразвитых странах на порядок, а в слаборазвитых на 2-3 порядка уступало странам Запада. В 1970-х, 1980-х годах высокоразвитые государства потребляли 90% всего алюминия, 85% меди и 80% никеля. В 20-м веке произошел многократный рост производительности труда в сельском хозяйстве. Зеленая революция. Было разработано множество новых технологий, уменьшивших потребность в сырье за счет научно-технической революции и также сниженным материалом кость. В то же время происходил быстрый рост разведанных запасов полезных ископаемых. Начиная с 2006 года произошел резкий искачок цен на цветные металлы из-за роста их потребления в экономике Китая. В 2007 году Китай с населением 1,3 миллиарда человек потреблял более 1,5 всего объема добываемых в мире цветных металлов. Обогнав США по их потреблению, некоторые публицисты называют этот факт предвестником появления еще одного золотого миллиарда. Известный американский ученый Денис Медоуз, директор проекта «Глобальных угроз человечеству» Римского клуба, автор доклада «Пределы роста» об исчерпании ресурсов. В своей книге «Пределы роста» 30 лет спустя пишет, что за 50 лет, с 1950 по 2000 годы, годовое потребление человечеством ископаемых энергоресурсов выросло до 10 раз, при том, что население планеты за этот же период выросло в 2,5 раза. Д. Медоуз с помощью математического моделирования исследовал несколько десятков вариантов грядущего развития человечества и потребления им ресурсов в 21 веке. В результате пришел к выводу, что если в ближайшее время не произвести серьезную коррекцию потребления человечеством природных ресурсов, то крах человечества в той или иной форме будет неизбежен, и наступит он еще при жизни нынешнего поколения. Причем одни только рыночные механизмы не являются решением этой проблемы. Происхождение. Виталий Бабенко в статье «Золотая десятка» пишет, что в 70-е годы на страницах периодических изданий часто встречалось выражение «золотой миллиард». Оно было частью дискуссии экологического характера, вызванной докладом Римского клуба «Пределы роста» и было связано с предположением экологов, что Земля может выдержать на себе не более миллиарда человек без источения ресурсов и необратимых изменений в экологии. В статье «Если деградируют среда обитания, мечтая золотом миллиарде» геолог Рудольф Баландин вспоминает, «Так уж вышло, что об этом самом миллиарде избранных я услышал в конце 80-х, работая в одной из научных групп, готовивших экологическую концепцию доклада тогдашнего руководителя СССР к совещанию в Рио-де-Жанейро. На одном из заседаний выступил академик Никита Моисеев, публицист А. Цыкунов в 1990 году использовал фразу «золотой миллиард» в предложенной им трактовке причины имущественного неравенства. Трактовка Цыкунова является разновидностью теории заговора. Другие трактовки встречались и до 1990 года. В 1999 году термин «золотой миллиард» был в очередной раз введен в дискуссионное поле Сергеем Карамурзой, опубликовавшим книгу с упоминанием, среди прочего, работа А. Цыкунова. Быстрой популяризацией понятия «золотой миллиард» в России послужило часто встречаемое упоминание в прессе о высказывании, приписываемого бывшему премьер-министру Великобритании Маргарет Тэтчер, что население России необходимо сократить до 15 миллионов человек. Оригинал высказывания на английском языке не обнаружен. Точной информации о дате высказывания и об обстоятельствах, в которых оно было сделано нет. Те, кто на него ссылается, включая Паршина, такой информации не дают. Впервые эта фраза упоминается в книге 1999 года «Почему Россия не Америка» А. П. Паршева. В дальнейшем А. П. Паршев уточнил, что речь шла об экономически эффективном населении. Это словосочетание «Сытый миллиард» «Теоретическое обоснование» и «Деограниченности ресурсов в мире» в связи с опережающим их освоение и ростом народа населения. Впервые была высказана в работах Томаса Мальтуса. Он указал на то, что население растет в геометрической прогрессии, освоение ресурсов в арифметической и ресурсы, к тому же, могут в будущем исчерпаться. Мальтус полагал, что именно указанное им противоречие является истинной причиной политических потрясений. Война эпидемии, как утверждает С. М. Карамурза, «Золотой миллиард» потребляет львиную долю всех ресурсов на планете. Если хотя бы половина семимиллиардного человечества начнет потреблять ресурсы в таком же объеме, то их, скорее всего, не хватит на всех. С. Карамурза, как полагает С. Карамурза, за понятием «золотой миллиард», скрывается определенное и целостное геополитическое ведение мировой промышленно-финансовой элиты и способов управления мировой экономикой. Развитые страны, сохраняя для своего населения высокий уровень потребления, пытаются информационными, политическими, военными и экономическими мерами удерживать остальной мир в менее развитом состоянии, используя его в качестве сырьевого придатка. Зона размещения экологически неблагополучной обрабатывающей промышленности, место хранения токсичных отходов и источника дешевой рабочей силы. Цель этой мировой промышленно-финансовой элиты – сохранение контроля над естественными и природными ресурсами Земли в своих руках. По мнению С. Карамурзы, «золотой миллиард», как политическая метафора, предполагает глобальное манипулирование общественным сознанием, в целях сохранения устойчивого роста. В странах «золотого миллиарда», одновременно отрицая возможность такого же развития для стран сырьевых придатков, преграждая им пути проникновения на рынки цивилизованного мира, профессор МГУ-экономист А. А. Параховский отмечал, что сам факт наличия «золотого миллиарда» и остального прозевающего населения имеет для мира угрожающий, дестабилизирующий значение. Социолог Николай Розов, руководитель Центра макросоциологии НГУ, считает резкий рост относительного неравенства, который повышает социальную напряженность одним из неизбежных следствий развития глобализации. Ужесточение конкуренции на рынке ведет к появлению массы мировых люмпенов и объективному усилению социал-дарвинистских процессов. Рыночного аналога, естественного отбора, наиболее сильные державы в условиях глобализации приобретают еще большую силу. При этом разрыв между VIP-зоной и нижним слоем бедной перенаселенной периферии существенно увеличивается. Согласно отчету Global Welt Report 2015 швейцарского банка кредита из состояния 1 миллиарда человек в мире или каждого пятого взрослого, оценивается в от 10 до 100 тысяч долларов США. При этом более половины всех мировых богатств сосредоточено у всего 1% населения Земли. По данным газеты «Коммерсант», в 2013 году только 1% домохозяйств России мог свободно позволить себе дорогие покупки – машину, квартиру, дачу. 0,3% всех домохозяйств располагали средствами в 1 миллионе долларов США. 328 семей имели состояние более 100 миллионов долларов США. Глобализация мировой экономики позволила постиндустриальным странам переложить издержки мирового кризиса на развивающиеся страны поставщиков сырья и рабочей силы. По мнению В. Иноземцева, постиндустриальный мир входит в 21 век вполне автономным социальным образованием, контролирующим мировое производство технологий сложных высокотехнологичных товаров, вполне обеспечивающим себя промышленной и сельскохозяйственной продукцией относительно независимым от поставок энергоносителей и сырья, а также самодостаточным с точки зрения торговли и инвестиций. Отзывы и мнения Анатолий Вассерман считает теорию «золотого миллиарда» легендой. Вот почему так популярна легенда «золото в миллиарде». Она прекрасно объясняет любые неудачи всего остального мира, и любой правитель, опасающийся неудачи, радостно поддержит столь надежный и популярный громоотвод. Куда страшнее, что эта теория консервирует варварство и отставание. Итак, заказчики и поборники легенды о «золотом миллиарде» прежде всего политики, путающей решительность с суетливостью. А жертвами ее оказываются не только все, кого угораздило оказаться под контролем этих неудачников, но и все, кто верит существующему в их интересах мифу. По мнению президента Ингушетии Юнус Бек-Евкурова, высказанного им в сентябре 2012 года, В целом, в мире готовятся к глобальному сокращению населения планеты до «золотого миллиарда». Видите ли, не хватит пресной воды, продуктов или еще чего, поэтому надо уменьшить население. Такое решение приняли безбожники, которые за создателя решили сотворить Божий день, как отмечает Киен. Батюк – современным развитием информационных технологий. Впервые в истории человечества бедняки из развивающихся стран получили возможность увидеть, как живет пресловутый «золотой миллиард». Вышеупомянутый Виталий Бабенко в 2001 году в журнале «Наука и жизнь» так отзывался об этой концепции. «Золотой миллиард» – это все же зловещая пропагандистская штучка, не более того, критика. Критики применения понятия «золотой миллиард» для анализа состояния мира и перспектив его развития указывают, что проблема возможного несоответствия роста населения и ограниченным ресурсам Земли рассматривалась в прошлом неоднократно. Еще ранее христианский теолог Квинт Септимий Тертуллиан, живший на рубеже двух и три веков Н.Э, поднимал тревогу по этому поводу. Квинт Септимий Тертуллиан Тертуллиана можно считать основоположником традиции так называемого демографического аломизма, в смысловом поле которого размещается понятие «золотого миллиарда». В 1798 году английский экономист и священник Томас Роберт Мальтус, кстати, почетный член Петербургской академии наук, выдвинул научную гипотезу, согласно которой население планеты растет в геометрической прогрессии, а средство поддержания жизнедеятельности в арифметической, образуя так называемую «мальтузианскую ловушку». Мальтус положил начало попыткам определить так называемую «несущую способность Земли», которая оценивалась в разное время от 1 миллиарда до 1 триллиона человек. В конце 20 века этот разброс сузился до интервала от 8 до 16 миллиардов человек. Два столетия, прошедшие после смерти Мальтуса, подтвердили его правоту по части предсказания увеличения народа населения Земли. В 20 веке население росло с экстраординарной скоростью от 1,6 миллиарда в 1900 году до 7 миллиардов в 2011 году. При этом 84% населения планеты проживает в развивающихся странах. Сложнее обстоит с привязкой демографического роста к экономическим показателям. СП Капица проанализировал влияние ресурсов, пространства, энергии, пищи и информации. Нарост народа населения и создал математическую модель мирового демографического процесса. Он сделал вывод, что человечество переживает так называемый период глобального демографического перехода. Резкого увеличения скорости прироста населения. Затем столь же стремительного его уменьшения и стабилизации. В итоге этого анализа СП Капица сделал заключение об эманентности развития демографической системы планеты, которая в большей степени подчинена собственным системным закономерностям, чем внешним факторам и обстоятельствам СП. Капица сформулировал принцип демографического императива и предположил, что в будущем население Земли перестанет расти, остановившись на численности около 14 миллиардов человек после 2130 года. Золотой миллиард и средний класс. Социальную прослойку населения, обладающего доходами, достаточными для обеспечения комфортного качества жизни в исследованиях западноевропейских экономистов, принято условно обозначать как «средний класс». Ряд российских политоловов и публицистов, в том числе Михаил Леонтьев, считают, что поддержание в развитых странах значительной доли высококвалифицированного и высокооплачиваемого среднего класса есть не что иное, как основная часть концепции «золотого миллиарда». Согласно отчету Global Welt Report 2015 швейцарского банка «Кредит САИС», Критерием принадлежности к среднему классу в 2015 году являлись свободные располагаемые финансовые средства на один взрослого человека от 10 тысяч долларов США до 100 тысяч долларов США. Так в 2015 году на Украине принадлежность к среднему классу, согласно этому отчету, определялась годовым доходом на один взрослого человека в 11 тысяч 258 долларов США. В Швейцарии – 72 тысячи 900 долларов США. В США – 50 тысяч долларов США. В Китае – 28 тысяч долларов США. В России – 18 тысяч долларов США. В Австралии к среднему классу относилось 66% взрослого населения. В Италии, Британии и Японии – свыше 55%, в США – 38%, в Китае – 11%, в России – 4%, в Африке и Индии – 3%, на Украине – менее 1%. В 2015 году в мире насчитывалось 664 миллиона представителей среднего класса или 14% взрослого населения. Еще около 349 миллионов взрослых людей владели состоянием от 100 тысяч долларов США до 1 миллиона долларов США, чьи совокупные активы составляли 39,4% мирового богатства. 34 миллиона человек являлись долларовыми миллионерами, которым принадлежало 45,2% мирового богатства. В итоге около 85% всего мирового богатства было сосредоточено в руках 8% населения мира или 383 миллиона человек. Для справки – представители среднего класса с еще более богатой частью населения мира и 34 миллионов долларовых миллионеров в 2015 году. Суммарно составляли 1,05 миллиарда человек в 2015 году. Китай обогнал США по абсолютному числу представителей среднего класса – 109 миллионов в Китае против 92 миллионов США. В России число взрослых с доходами на уровне среднего класса и выше в 2015 году составило 5 миллионов чел, уменьшившись по сравнению с 2000 годом. Перспективы – оптимистичные оценки. Существуют позитивные оценки проходящие в мире глобализации, которые лишают сторонников концепции «золотого миллиарда» аргументов. Сторонники клеодинамики считают, что в последние годы наблюдается тенденция к выравниванию уровня экономического развития между странами-лидерами и остальным миром. Средняя продолжительность жизни, например, в развивающихся странах выросла с 47 лет в 1960 году до 68 лет в 2010 году. Рождаемость при этом снизилась. По мнению специалистов, это явилось как следствием экономических процессов глобализации, так и результатом распространения образования в мире. К концу XX века большинство развивающихся стран добилось известного успеха в повышении образовательного уровня населения, что, с одной стороны, стимулировало экономический рост, а с другой стороны, способствовало сокращению рождаемости и замедлению темпов роста населения. В результате всех этих процессов в последние годы в большинстве развивающихся стран наблюдаются темпы роста ВВП на душу населения значительно более высокие, чем в большинстве экономически развитых стран. В итоге происходит определенное сокращение разрыва в уровне жизни и потребления между развитыми и развивающимися странами. Особое внимание обращается на то обстоятельство, что перелом двухвековой тенденции роста разрыва в уровне жизни на тенденцию его сокращения, с удивительной точностью, практически до года совпал с переломом целого ряда других многовековых тенденций. Речь идет о тенденции увеличения относительных темпов роста населения и размера ВВП, по отношению к тенденциям уменьшения этих темпов, о переходе от тенденции уменьшения эффективности использования энергии, к тенденции роста этой эффективности. В итоге высказано предположение, что мы имеем здесь дело с разными сторонами единого процесса, выхода современного мира из функционирования в режиме с обострением и начала движения к траектории более устойчивого развития. По расчетам американского профессора Д. Медауза при разумном и согласованном ведении мирового хозяйства, жесткой экономии ресурсов, сознательном планировании семьи, возможно стабилизация населения Земли на уровне 8 миллиардов человек. Теоретически, в этом случае экосистемы и ресурсы планеты смогут неограниченно долго поддерживать относительно стабильное существование всего населения. Пессимистичные оценки. По мнению ряда российских политоловов, мировой экономический кризис, начавшийся в 2008 году, глобализация, экономическая миграция населения из более бедных стран приведут в результате глобальной конкуренции, к постепенному размыванию и обеднению среднего класса развитых стран, наиболее массовой составляющей золотого миллиарда, с переходом к постиндустриальному обществу. У мировой промышленно-финансовой элиты отпадает необходимость поддерживать значительную долю среднего класса. В результате прогрессирующего демонтажа систем социального государства в развитых странах конца сверхпотребления, сокращение высокооплачиваемых рабочих мест и соответственно уменьшение доходов среднего класса, от золотого миллиарда останутся только наиболее богатые золотые 100 миллионов, владеющие львиной долей мировых финансовых активов. Эту тенденцию подтверждает и отчет Global World Report 2015, кредит САИС, с 2008 года богатых и бедных в мире становится все больше осетающейся опоры общества. Средний класс беднеет, по мнению Д. Медауза, грядущее глобальное снижение среднего уровня жизни неизбежно.